Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева Черкесия» в студии Дарят Индит. В этом году в 7 районов Карачаева Черкесии привлечены 13 врачей различных специальностей. Они уже заступили на пост и получили все положенные им выплаты. Президент России Владимир Путин всегда говорит о важности развития медицины населения и привлечения узких специалистов как раз одно из приоритетных направлений, благодаря которому медицинская помощь становится доступнее для жителей отдаленных населенных пунктов республики. С этой целью и действует федеральная программа «Земский доктор». В дополнение к федеральной единой выплате предусмотрено и региональное – 100 тысяч рублей. Всего в 2024 году планируется привлечь 19 высококвалифицированных медиков. В Уджигуте состоялось очередное профилактическое мероприятие, посвященное безопасности дорожного движения, напоминающее о важности правильного поведения как водителей, так и пешеходов. С Амира Узденова подробнее. На территории Карачаева Черкесской Республики за первые 6 месяцев 2024 года было зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 17 человек получили ранения различной степени тяжести, 2 человека погибли. Сотрудники госавтоинспекции на территории Карачаева Черкесской Республики на постоянной основе проводят мероприятия профилактического характера, направленные на недопущение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. К сожалению, зачастую правилами дорожного движения пренебрегают не только водители, но и пешеходы, подвергая опасности не только себя, но и остальных пользователей дорог. Правила дорожного движения должны соблюдать и пешеходы. Они выбегают даже в неположенном месте, даже если на пешеходном переходе, они его неправильно переходят. И когда сбивают пешехода, винят, конечно, водители, но зачастую есть виноватые пешеходы. И такое неаккуратное поведение на дороге порой приводит к более страшным и серьезным последствиям, нежели полученный штраф. К сожалению, уже в этом месяце на данной федеральной автодороге у нас случилось дорожно-транспортное происшествие с наездом на несовершеннолетнего пешехода, который получил ранение различной степени тяжести. Находится сейчас в административном учреждении. Именно поэтому с детства необходимо объяснять и учить, насколько важно знать правила дорожного движения. Обучение детей является одним из важнейших шагов, которые можно предпринять для обеспечения их безопасности и благополучия в будущем. Это не только защищает их на дороге, но и прививает им ценные жизненные навыки и привычки ответственного поведения. Ну, правила дорожного движения соблюдать очень важно, я думаю, и для себя, и для окружающих, для всех, чтобы не было никаких там ситуаций с нетальным исходом. Я вот сам на велосипеде, меня учила бабушка кататься, и я, наверное, учился одет в пять. А потом уже мне отец купил книжку, когда с этим велосипедом, и вот я учил понемножку правила дорожного движения. И для привлечения внимания общественности на таких важных проблемах сотрудниками автоинспекции проводятся данные профилактические работы, такие как проверка на трезвость, превышение скорости, отвещение внимания за рулем и профилактические беседы в школах, лагерях и подобных учреждениях. Хочется обратиться как к пешеходам, так и к водителям, чтобы они в обязательном порядке соблюдали правила дорожного движения, чтобы пешеходы переходили в проезжую часть исключительно в местах, где это разрешается. А водители, в свою очередь, соблюдали требования правил дорожного движения Российской Федерации уступать дорогу пешеходам, которые пользуются преимуществом движения. Профилактические мероприятия ГАИ являются неотъемлемой частью усилий по обеспечению безопасности на дорогах. Они снижают число дорожно-транспортных происшествий, повышают осведомленность и безопасность дорожного движения, а также служат напоминанием о важности к соблюдению дорожного движения. Самира Узденова, Виктория Карпенко, Вести, Кричаево, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Субтитры предоставил DimaTorzok В лагере «Лесной» стартовала лагерная смена для детей-участников СВО. Академия детства 2.0. Пока наши земляки, настоящие герои, доблестно защищают интересы нашей страны в зоне специальной военной операции, они должны быть уверены, что об их родных, в частности детях, есть кому позаботиться. С этой целью в республике специально для 100 детей бойцов стартовала особенная лагерная смена. Впереди ребят ждут незабываемые три недели, обширная досуговая и развлекательная программа. Экскурсии по достопримечательностям республики, мастер-классы на абсолютно разные темы. Тренинги личностного роста, индивидуальная, групповая, развивающая и коррекционная работа. Занятия по навыкам коммуникации, встречи с выдающимися людьми Карачаева-Черкесии, музыкальные, творческие вечера и многое другое. Важно, что помимо вожатых и педагогов-наставников, с детьми будут работать опытные психологи и социальные работники. Модельер из Карачаева-Черкесии Зарима Хабчаева представила на ВДНХ свою лучшую коллекцию национальных карачаево-балкарских платьев. В самом престижном фестивале выставки модельер участвовала благодаря поддержке Министерства культуры Карачаева-Черкесии и лично министра Зураба Агирбова. Коллекция национальных платьев Зарима Хабчаева без преувеличений стала триумфальной и вызвала восхищение зрителей, о чем свидетельствует неоднократная дефилена бис по просьбам посетителей выставки. Своими впечатлениями модельер поделилась с моей коллегой Мадиной Каракетовой. На выставке ВДНХ платья модельера Зарима Хабчаевой произвели настоящий фурор. Это была не просто выставка национальных платьев, а самый настоящий модный показ, рассказывает мастерица. Показ мы провели восемь раз, так как люди, которые приходили туда, и они видят, что у нас девочки уже в таких нарядах, кто-то там сидит, кто-то тут сидит, отдыхает, и они просили, чтобы мы опять вот эту проходку повторили именно для них. И каждый раз, когда приходила определенная делегация, мы делали этот показ, и каждый раз, когда мы это проводили, люди подходили, трогали руками, удивлялись. Одни вообще хотели фотографироваться только вот с этими нарядами, с девочками. Коллекция называлась «Из прошлого в будущее». Зарима Хабчаева наглядно показала эволюцию карачаево-балкарского национального платья. Модельер взяла временной отрезок с 17 века, когда законодательницей моды была знаменитая княгиня Гошаях-Биче по наши дни. Посетители дефиле восхищали и настоящие старинные украшения, которые были использованы в отделке некоторых платьев. Во многих нарядах у меня были оригинальные, вот как сейчас на мне, украшения, именно украшения карачаево-балкарского ландского народа. Это у нас идет тюме на грудник, которая защищала ранее грудь женщины, да, и пояс, кямар. То есть это были изделия старинные из серебра, а не аналоги, да? Да, да, да. Изделия были старинные из серебра и золота. Многие вещи там серебряные, например, вот то, что на мне, это вот серебро идет, и она покрыта сверху золотом. И раньше практически все было вот в таком свете. А в качестве обуви использовались высокие деревянные сабо. Они не только придавали рост и стройность девушке-горянке, но и имели весьма практичное предназначение. Защищали отделанные драгоценными металлами и камнями тяжелые бархатные платья от загрязнения. Ведь постирать такой наряд было весьма проблематично. А сколько весит полноценное национальное платье с шапочкой, со всеми этими делами? Ну, если честно, если взять, просто уже вот эти атрибуты, то, что на мне, это уже хороший вес свой имеет. Это около трех килограммов практически получается. Бывает, что полтора килограмма весит только один пояс. На грудник бывает, что весит 700 грамм, килограмм. Ну, исходя из того, сколько звеньев у нее, да? И плюс к этому уже наш наряд, если он уже на подкладе полностью, если блюсти все вот каноны этого платья, ну, она будет весить минимум 7-8 килограммов. И один наряд у нас. У меня был наряд с атрибутами, который весил 12 килограммов. Ну, и попробуй тут не быть, не держать осанку, да? Однозначно. Если для украшения нарядов старины были доступны драгоценные металлы и камни, и даже нити для вышивания орнаментов были изготовлены из настоящего золота и серебра, то современные национальные платья более легкие, изящные, а разнообразие тканей и элементов для декора позволяет мастерицам реализовать любую свою творческую фантазию. Модельера Зарему Хабчаеву очень радует тот факт, что в последние годы этнический наряд становится все более востребованным. Невесты все же предпочитают свое платье европейскому. Да и современные модницы стали использовать в повседневном и деловом гардеробе элементы национального костюма. Естественно, идет полное сохранение культурного наследия карачао-балкарского ландского народа. Вот с этим сопровождением я всегда как-то стараюсь, чтобы как можно больше молодежь вдохновлялась и одевалась именно в эти наши наряды. Хотя бы в тот торжественный день, когда они меняют свою жизнь, когда они создают новые семьи. Есть такие пары уже, где вот и жених, и невеста уже идут конкретно в этих наших карачао-балкарских аланских нарядах. И вы знаете, это очень красиво. В каждое платье мастериса вкладывает любовь и частичку своей души. Зарем Хабчаева признается, что прежде чем взяться за изготовление платья, ей необходимо до мельчайших подробностей увидеть его в своем воображении, сопоставить будущее платье с образом его обладательницы. Не то, что там цвет, модель и еще что-то, рисунок может не подойти именно этому человеку. Исходя из этого, бывают такие работы, которые требуют и пять, и шесть месяцев. Бывают реставрационные работы, которые требуют очень много времени. А есть такие полегче. Ну вот тот наряд, который на мне я сделала за два дня. Для модельера важно, чтобы ее произведение нравилось не только тому, кто его будет носить, но и привлекало к обладательнице чудесного платья восхищенные взгляды. А посему в воображении Зарема Хабчаева и живут еще множество вариаций национального карачаево-балкарского платья, которые мы обязательно еще увидим на самых востребованных площадках России и мира. Водина Каракетова, Ринат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня день физкультурника. Спортсменов, тренеров, учителей, участников физкультурного движения, ветеранов и любителей спорта поздравляет глава Карачаевой Черкесии Рашид Семрезов. Это праздник всех, кто ведет здоровый образ жизни. Приветствую растущее увлечение земляков физкультурой, ведь ради этого в нашем регионе активно строится спортивная инфраструктура, детские спортивные открытые универсальные площадки, спортзалы, воркауты. Все это делается для того, чтобы привить всем и каждому, вне зависимости от возраста и рода деятельности, привычку проводить время активно, с пользой для духа и тела. В числе приоритетов, конечно же, развитие профессионального спорта, создание базы для больших будущих побед наших земляков. Строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, дворцы спорта, бассейны, реконструируем стадион, открываем спортзалы. И это свидетельство того, что, несмотря на небывалое внешнее давление, санкции и политизацию спорта, наша страна и мы, как один из ее регионов, не теряем спортивного азарта и амбиций. Россия была и будет родиной именитых спортсменов, больших талантов и юных дарований. А Крачаево-Черкесия в свою очередь регионам, где спорт всегда был в чести. В этот праздничный день желаю всем причастным к спорту и физкультуре успехов, бодрости, духа, энергии и побед, здоровья и энергии, говорится в поздравлении Рашида Тимрезова. Субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Приятных выходных, отличного отдыха и незабываемых впечатлений.